Всем привет! Сегодня у нас уже 26.08.2023. Вы на Большом канале с Олегом Ильичем Соскиным. Второй Соскин Ньюс подписывайтесь. Очень интересные тоже материалы. Оригинальные. Они не повторяются на Большом канале. Итак, ситуация в Украине очень внутренне обострилась. А серьезнейшие идут со стороны кланово-корпоративной группы Зеленского. Она становится просто, на мой взгляд, это уже преступная, по сути, мятежная группа. Может, я неправильно формулирую, но мне кажется, это узурпаторы. Мне так даже не... Потому что мне по всем признакам можно ее так охарактеризовать. То есть, они полностью попрали Конституцию, объявив незаконное военное положение и его продлевая, и поправ Октябрьский выбор Верховный Совет. То есть, это открытое отбрасывание Конституции. Открытое. Причем, внутри страны должны быть все-таки какие-то... Есть депутаты народные, которые должны сформировать соответствующую все-таки позицию, подать Конституционный суд. Законным ли является продолжение вот этого военного... Вообще, введение военного положения, его продолжение без объявления войны. Это же логично, правда? Или нет? Более того, идут аресты, преследования граждан мужского пола. То есть, осуществляется преследование граждан по половому признаку. А где же гендер у нас, дорогие мои? Где же равенство прав, возможностей? Нарушена в полном объеме декларация, всеобщая декларация, которая лежит в основе ООН, прав и свобод человека. То есть, мужчины не выпускаются за государственные границы. Это прикрываются каким-то законом про мобилизацию, военное положение. Но этот закон антиконституционный. Абсолютно. В 21 веке никто не может человеку приказать, что он должен пойти и погибнуть. Никто не имеет права ему. Каждый человек сам выбирает. Все люди свободны в своих правах, обязанностях, выборе. Поэтому не имеют права арестовывать человека и так далее. И вот что мы с вами видим в ситуации? Ну, давайте про фронт, прежде всего. То есть, никакого контрнаступления нет. Вот реально посмотрите, все же там есть материалы, карты, их очень много структур разных публикует. И там прекрасно видно линия фронта. Она по сути своей стоит. Тут вот то, что объявляет Генштаб, что продвигаются и обустраиваются на Элитопольском, Бердянском направлении, на рубежах. Это ложь. Никто там никуда не обустраивается, никого там прорыва нет. Это все просто чистая ложная пропаганда. И это выдается того, чего нет, за реальность. Поэтому надо за эту ложь, видимо, настало время, привлекать к ответственности, соответственно, руководство Шапталу, Генерального штаба, Залужного, Сирского и других руководителей армии. И, естественно, Резнякова надо. Ну, на Резнякова там уже вообще целый букет всего собрался. Вот, поэтому, в принципе, надо с этим уже четко разбираться. Более того, уже можно прямо говорить, что Зеленский хочет установить диктатуру путем преследования людей, военкомов и особенно врачей, вот с этих врачебных комиссий военных, призывных. Разначив против них, ну, просто это шельмование идет под прикрытием, что там находят, якобы они взятки брали и прочее, прочее, прочее. То есть, это все, это фактически сталинские репрессии в открытом виде. Это коммунизм, это КГБ. То есть, это восстановление коммунокагибистской диктатуры, то, что сейчас делает Зеленский. Цель, видимо, все-таки одна, ему дана указание уничтожить славян. И чтобы не было мужского населения в Украине, иначе это нельзя расценивать. В Харьковской области там серьезные начались охота за мужчинами прямо. Но зато порадовал Харьков первой какой-то такой перформансом, типа вот свадьбы между двумя молодыми субъектами женского пола, якобы. Вот они показывали, как у них это все красиво выходит. Сегодня, кстати, я так понял, что шахеды там очень серьезно ударили по Харькову. Так сказать, тоже помогают, видимо, отмечать эти празднества. То есть, ситуация тупиковая, прямо скажем. Первый вывод делаем. Второй. Первый – это ложь власти Зеленского. Второй вывод, что Зеленский делает диктатуру, и цель – это бросить на фронт как можно больше миллионов мужчин, украинцев, чтобы уничтожить всю молодежь. То есть, прежде всего, ставится цель уничтожить молодежь 80-х, 90-х и 2000-х годов, чтобы их не было. Раз их не будет, будет абсолютная демографическая яма, и, по сути, Украина, как нация, исчезнет на какой-то период. Потом начнется восстановление, но это уже будет другая история с другими какими-то субъектами. Это уже как-то будет по-другому. Но четко видно, что ставится задача уничтожить вот эти поколения 80-х, 90-х, 2000-х годов. Почему люди с этим соглашаются? И особенно региональные элиты – вот вопрос. То есть, вас тоже же уничтожат. Это вы поймите, потому что вы тоже лишние на празднике, на перфомансе Зеленского 95-го квартала и тех, кто за ним стоит. Ермак, Ермака, Зеленского и прочих слов. Вы что, не понимаете, что ли? Еще это делаем вывод. Далее делаем вывод, что практически цель – установить тоталитарную диктатуру и, по сути, сделать ситуацию, когда все права людей будут в Украине полностью уничтожены. То есть, модель будет такая же, как приблизительно… Ну, идеально это Куба, Северная Корея. Но с переходной период – это Беларусь и Российская Федерация. В этом ему помогает клановая группа Байденов и нынешнее руководство, администрация президента Байдена и верхушка демократической партии Зеленскому. Но я вам сейчас записал видео. Предыдущая там очень тяжелая ситуация для Байдена. Скорее всего, он падет. Сентябрь, октябрь, он, по сути, ну, ноябрь – это крайний срок. То есть, ситуация станет для него просто трагической. И уход по состоянию здоровья – это будет самый лучший вариант, который у него, на мой взгляд, останется. Может, будет еще хуже. Может, гражданская война начаться. Трамп уже чрезвычайно укрепился. И он уже по социсследованиям обгоняет Байдена даже на уровне выборов в целом. Не только среди республиканцев. У него абсолютное преимущество – две трети. Будут уже за него голосовать. Более того, когда на вот этом, так называемых, первых дебатах праймерис Фокс проводил, то спросили, если, ну, как бы, складывается ситуация, что вы проигрываете, выбываете с этих гонки, то за кого вы призовете голосовать? Все, за исключением там одной какой-то особой, заявили семь человек, что они призовут голосовать за Трампа. То есть тут, как бы, вообще уже ловить никому нечего. То есть Трамп – это несомненный лидер сегодня республиканцев. Поэтому, конечно, дни Зеленского и его, так сказать, группы, они сочтены стратегически. То есть Штаты, он теряет поддержку, и ее не будет. В середине страны он начал, по сути, это гражданская война уже началась. То есть ловля мужчины идет уже просто массовая. И это проводится под соусом борьбы с военкомами и с врачами, чтобы они выполняли, гребли всех на фронт. Но это основы гражданской войны, чтобы вы понимали. То есть мужчин заставляют сопротивляться. То есть будет формироваться уже твердые, такие твердые слои мужчин, которые ни при каких обстоятельствах не пойдут на фронт. Это будут миллионы, потому что на фронте массовая гибель идет. То есть фактически один к одному. То есть если сейчас заявляется, сегодня у нас 26-е, за предыдущие сутки якобы были уничтожены более 600 московитов. Значит, украинцев, чтобы вы понимали, украинских воинов тоже погибло не меньше. То есть 500 наших бойцов тоже ушло в мир иной. Практически один к одному идет. Один к одному. Тут уже даже врать нечего. Но в принципе при наступлении погибает больше. Поэтому счет на погибших украинских воинов идет уже на десятки тысяч. На десятки тысяч. Если говорится, что там уже московитов, там уже идет к 270 тысяч, то не сомневайтесь, что уже более 100 тысяч погибло украинцев. Это четко можно говорить. Особенно вот это, когда началось так называемое контрнаступление. Это надо требовать. Надо требовать, то есть отмена военного положения. А отмена военного положения сразу восстанавливает Конституцию. А восстановление Конституции сразу все ставит на свои места. И тогда естественно, что сразу будет, должна быть обнародована цифра погибших. Ну и просто страна в шоке будет находиться от этой цифры. Погибших и раненых. Ну и у тех, у вас синдром военный. Так называемый поствоенный синдром. Это миллионы людей. И если Стефанишина и Зеленский думают, что они этот синдром будут снимать с помощью разных, так сказать, медпрепаратов, разного такого, как бы, действия, то они глубоко ошибаются. Наоборот, он будет усиливаться и проявляться в очень тяжелых формах. И к этому все идет. Таким образом, никакого контрнаступления реально нет. Пройдите по всей линии. Наоборот, есть огромная угроза потери Купянска. Но превращение его, по сути, в Бахмут. То есть Купянск будет уничтожен. Соответственно, будут удары и уничтожение Харькова. Тяжелейшее. То же самое в Марьинке, то же самое идет к Лиману, Авдеевка и так далее. Все вот эти бла-бла-бла про вот это наступление там, где урожайное, там, где работено. Это все просто, по сути, это пропаганда. Там прорваться нельзя. Там не надо быть каким-то даже великим военным стратегом. Там просто стоят линии непробиваемые. Там просто непробиваемые линии. И самое... Ну, и Буданов же заявил правильно, что сейчас они ставят задачу Шойгу, этому Бутин поставил и Герасимову, набрать новых 450 тысяч московитов, жителей Российской Федерации, для того, чтобы бросить это мясо на украинский фронт. Украина столько набрать не может, да она и не имеет уже с кого набирать. Поэтому прямо надо говорить, что пришло время, надо садиться за стол переговоров. Есть для этого Шмигаль, есть Мишустин. Они должны сесть и начать переговоры по соглашению о временном прекращении огня. А чтобы можно было провести выборы и чтобы было сделать соответствующее понимание и расчистку этих всех завалов, этого всего, того, что нагажено было кровавого за эти полтора года. Других вариантов я, например, не вижу. Далее мы должны с вами говорить, а что будет происходить, если... Ну, Зеленский говорит, что вот, там F-16, еще что-то. Ну и что? Это все сказки... Это как сказки датского короля, шведского, короля норвежского и голландского. Не более того. Почему? Потому что F-16 это через год. Ну, там где-то 50-60 штук. Еще надо этих бойцов, этих всех, как они, летчиков и технический персонал. То есть это через год. А как год же прожить? Год как прожить? Абрамса нету танков. Леопардов практически тоже нет. То есть как? Как? Как это все время? Ракет нет. Дальних ракет нет. Дронов нет. Своего производства нет. Ничего нет. Как вы хотите войну вести еще год? Как? Экономика вся... Вообще экономики уже нет. Электрических систем генерирующих по сути не будет, когда зима начнется. Зерно вывести невозможно. Полностью Черное море это театр военных действий. Вы чего? Более того, давайте прямо говорить, что 5 стран... Я сейчас вам маленький сделаю материал. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия заявили, что они не дадут завозить и через себя вести сельхозпродукцию. Все. Полный эмбарго. 5 стран. Все соседи фактически стали противниками. По сути, они уже почти открытые враги Украины. Они даже страшнее. Говорят, скрытый враг хуже открытого врага. Как говорится, избави нас, Господи, от таких друзей, а с врагами мы как-нибудь и сами справимся. То есть Зеленский оказался абсолютно некомпетентен, беспомощный. Ермак, Шмигаль, Резняков, вся эта их, так сказать, ну как мягко говоря, конгломерация, компашка их оказалась абсолютно ни к чему не способна. Их надо менять. Немедленно менять слуг народа. Надо перезагрузку делать Верховного Совета. Я не скажу, что он будет очень лучше, но все равно это будет более приемлемо, чем то сборище, которое сегодня мы имеем, полностью антиукраинское, направленное на одной цель. Сегодня этот так называемый Верховный Совет озабочен как можно больше украинских мужчин уничтожить. Больше ничем. И как можно больше, чтобы было разворовано денег. А как иначе? Мы все время эти скандалы видим. Посмотрите. Дубинского посмотрите. Этого парня, который, как там его, армянина с этой фамилией, как он там, Наэл. Вот остальных посмотрите каналы. Там все вы увидите. Такого казнократства Верхушки, как сейчас, даже при Кучме Януковича не было. Вот еще вам один вывод делаем. То есть, по сути, мы видим с вами, что ничего на фронте сделать невозможно. Невозможно. И любое уничтожение какого-то определенного количества московитов приводит только к тому, что их заменяют в течение недели или еще новые подразделения. И миллион триста тысяч они будут иметь на этом всем фронте. Победить их на сегодняшний день Украины нет военных средств и живой массы. Ну нет. Реально. Давайте прямо говорить. Поэтому все эти потуги Зеленского, актерское его мастерство, оно уже не дает никакого результата. И не даст. Вот такой бы я вам вывод сделал. То есть, есть полный провал. Полный провал на фронте. Полный провал в середине страны. И просто шоу, обыкновенное шоу 95-го квартала или какого-то там киевского этого, или как он показывал, там у него киевский квартал, или как он назывался. Или же «Расмеши комика», или «Сказочная Русь», не более того. Вот такой бы я вам на сегодняшний день показал, сделал сценарный анализ нынешних событий. И рассчитывать, что что-то сейчас изменится в лучшую сторону, нет смысла. Просто никакого смысла нет. Я думаю, приближается очень нехорошее для Зеленского время, когда мужчины начнут, начнется очень серьезный процесс оказания сопротивления. К этому все идет. Особенно, когда понятно уже, что никакого нигде прорыва не будет. Ни в Мелитополь, ни в Бердянск. Это все брехня. Ни еще куда-либо. Вообще, вся тактика и стратегия, которую разработали англичане, американцы, НАТО для Залужного и Шабтала, она абсолютно гибельна для Украины, для украинской армии, для украинских мужчин. Но ничего, я думаю, что режим скоро падет. Выскажу такую версию. Весалем Амсовский на моем канале. До новых встреч. Подписывайтесь. Смотрите второй канал Соскиньюс.